ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Здрасьте. Здрасьте. Вы начальник, что ли, какой-то? Да. Ничего себе, вы на работе сейчас? Я директор своей квартиры. А, вы в своей квартире сейчас, да? Да, я директор своей квартиры. А муж у вас кто? Зам. директора? Естественно. Или муж все остальное? Вы директор, а он уборщик, рабочий, грузчик и так далее, и так далее, да? Нет, у нас с ним разделение труда. Ну, я же говорю, вы директор, то есть вы думаете, а он рабочий, то есть он все делает руками, не думая. Ну, а как по-другому? Нет, следуя вашим директивам. Нет, я же не говорю, что надо по-другому. Видно, что вы прям вот, я на вас посмотрел, вот вы начальник начальником прям. Да. А вы не работаете, да? Почему? Работаю. А кем вы работаете, кто вы по профессии? Я медработник. А, вы медработник? Вы медсестра, что ли? Да. Старшая, наверное, нет? Естественно. Вот, по вам сразу видно. То есть вы медсестра, то только старшая. Или еще сестра-хозяйка, кто вы? Нет, я медсестра. Ну, вы старшая медсестра или обычная медсестра? Да, я старшая медсестра. А, в какой больнице? В детской. Ничего себе, так у вас... Сколько вы лет в этой профессии в медицине? Больше 15. А, то есть не так много получается? Ну, и что вам, как старшей медсестре, какой у вас оклад? Приемлемый. Ну, понятно, что приемлемый. Какой не есть, такой и приемлемый. А в выражении циферном, цифровом выражении, можете сказать, какой? А это неприлично спрашивать? Ну, я со стеснением спрашиваю, а вдруг вы расскажете. Неприлично спрашивать возраст у женщины. А зарплату, что тут неприличного? Вам не хватает на жизнь? Мне, мне, да, мне на жизнь всегда не хватает, хотелось бы больше всегда. А вам? Ну, нам бы хотелось бы больше. Вот. А какая у вас зарплата? Сколько вы рублей получаете? А с чего вы взяли, что я рублей получаю? Ну, вы же в России. Почему я из России? Ну, я не знаю, потому что вы там живете, в России. Хорошо, можно я вам задам встречный вопрос, хоть это и неприлично? Нет, на мой ответьте вопрос, а потом задавайте свой. Я не хочу вам ответить, сколько я получаю. Сколько получаем все мои. Хорошо, так и скажите, чего вы. Скажите, я не хочу отвечать. Все, я больше вам не задам этот вопрос. Нет проблем, я понимаю, медсестрам стыдно озвучивать свои зарплаты, даже старшим медсестрам, это я понимаю. Можете не озвучивать, конечно. Я понимаю, такое позорище сложно перенести. Это правда. А муж ваш работает? Да. А кем он работает по профессии? Он строитель. Он руками строит или он прораб, там инженер, или он рабочий строитель? Нет, он у меня электрик, сантехник. А, то есть такой на все руки мастер, да? Да. О, видите, я практически угадал, когда сказал, что он все в доме делает. Здесь он рукастый, правильно? Конечно. Вот, он, наверное, а вы в каком вообще городе живете? В Санкт-Петербурге. А, в Санкт-Петербурге. Слушайте, тогда если вы старшая медсестра в Санкт-Петербургской поликлинике, тогда, вы знаете, я... В поликлинике, а в больнице. В больнице, да, да. Тогда я, пожалуй, соглашусь, что у вас по российским меркам может быть и неплохая зарплата. Если сравнивать со средним россиянином, потому что Петербург все-таки это Петербург. А муж ваш больше получает, чем вы? Да. Но много? Ну... Не знаю. А, он вам не отчитывается полностью, да, за зарплату? Нет, ну, это дело ваше, конечно. Я понял. Слушайте, а вот вы последний раз где отдыхали? На каком курорте? Слышите. Ну, на море, на океане где-нибудь отдыхали? Обязательно отдыхать где-то на курорте. Ну, хорошо. Где вы отдыхали? Не на курорте. Последний раз. Отпуск. Вот куда вы ездите в отпуск? У вас есть какое-то любимое место? Или вы каждый раз едете в какую-то другую страну? Или в одно и то же место всегда? Да, у меня есть любимое место. А какое, где оно? Владимирская область. А, я чуть ли не... Вы, наконец, начали говорить Владимирская, но Владимирский Централ, да не может быть. Ну да, Владимирская область. Владимирский Централ, ветер северный. Да, 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 имя. Слушайте, а вы были хоть раз на море вообще? Конечно, была. А на каком? На чёрном. А где, в каком городе? Я вот не понимаю, вы допрос, что ли? Вроде как общаемся, вы меня начинаете допросить. Где вы были? Нет, нет, это не допрос, опрос, опрос. Опрос чего? Если вы не хотите, если вы стесняетесь говорить, где вы были, что вы не были ни разу на море, скажите, я пойму. Я же понимаю. У медсестры зарплата не очень сильно позволяет ездить по каким-то морям и так далее. Я вас пойму, знаете. Я понимаю. Слушайте, ладно, другой тогда вопрос. У вас есть какие-то знакомые, родственники, кто на войне в Украине участвует? С какой целью интересуетесь? Ну так, мы же с вами за жизнь говорим. Так, чисто по душам, за жизнь. За жизнь? За жизнь. А у вас есть? У меня нет родственников, которые в Украине воюют. А можно вопрос, а вы откуда вообще? Я из Калифорнии. И вам интересно, с какой целью это? С какой целью? Я сам уроженец России, я родился в России. Мне вот интересно с россиянами говорить и мне интересно, так сказать, составить мнение, да, или составлять, скажем. О большинстве россиян. Что они думают по поводу войны? Что они думают по поводу будущего России? Как-никак это все-таки страна, где я родился. Поэтому мне интересно. Так что, у вас нет ни одного знакомого даже, кто бы ушел в Украину воевать, да? Я не буду отвечать на этот вопрос. Я понимаю, не хочется говорить, что есть, и еще вернулись, причем, наверное, двухсотыми там. Я понимаю, я понимаю. Сложно на такие вопросы отвечать, не хочется. Ну, ладно. Слушайте, а вы поддерживаете свою страну в этой войне против Украины? Я люблю свою страну. Я здесь родилась. Живу, жила и жить буду. Это очень интересная информация. Это очень классная информация, очень интересная. Но если можно, на мой вопрос ответьте. Вы поддерживаете свою страну в том, что она сейчас делает в Украине? Понимаете, такой вопрос у вас как бы однозначный. Как можно поддерживать одно дело, как бы ее там ни называли, СВО там или еще как-то. Любая война, любые какие-то боевые действия, это, конечно, очень все неприемлемо. Но не мы это начали. А стесняюсь спросить, а кто это начал? Те же украинцы. А каким образом украинцы начали войну? Тем, что вы напали на территорию Украины. Как это? Мы не нападали на территорию Украины. А украинцы напали на вашу территорию? Нет. А как тогда украинцы начали войну с Россией, я не понял. Слушайте, ну знаете, честно говоря, я уже понимаю уже оборот вот этого вот всего. Но вы поняли, что вы попались в ловушку логическую, откуда нет выхода достойного. Вы хотите получить однозначный ответ, но однозначного ответа нет. Хорошо, разверните ответ, не надо однозначный. Зачем? Что мне разворачивать-то? Что мне разворачивать? Чтобы я понял. Вы вроде как, понимаете, вы вроде как уже, знаете, взрослый мужчина, да, который не первый день на земле живет. И как бы там не воюет Украина. Там не воюет Украина. А кто воюет? Там на территории Украины воюет Америка. А сколько там американцев воюют? Да причем здесь сколько их, да не они там воюют, не американцы воюют. А кто, 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 кто? Это их руками все делается. А кто делает это? Кто это делает их руками? Высшие миры всего, это политическая война. Это не война, понимаете? То есть это не война государств. Именно там Украина, Россия. Это все делается Америкой. То есть Америка заставила Путина напасть на Украину, я правильно вас понимаю? Да причем? Да не вы, Господи, вы меня слышите или нет? Я внимательно вас слушаю, конечно. Я особо, понимаете, то есть я, конечно же, слежу, наблюдаю, но то, что происходит, это происходит все вот руками Америки. То есть руками Америки Путин напал на Украину, правильно? Причем здесь Путин напал на Украину? Ну Россия же напала на Украину, правильно? Короче, давайте так вот, чисто по-русски вам скажу. Давайте, да. Бенский сосет у Америки, вот и все. И за это Путин напал на Украину, да? А при чем здесь Путин напал на Украину? Никто на Украину не нападал. А какие, а что ваши войска, что ваши вооруженные люди делают на территории Украины? А что они до этого делали, извините меня, те же украинцы со своим народом, что они делали? А какая разница вашему государству? Что происходит в соседнем? Это не ваше дело. Подожди, в смысле не наше дело? Абсолютно не ваше дело. Да? Конечно. Не наше дело. Не ваше дело. Вам-то в Калифорнии-то, видимо, виднее там? Виднее, конечно. Конечно, да. Конечно, вам-то виднее. А что вы, интересно, в Калифорнию-то уехали? Россиянин вы нашли. Потому что мне надоело жить в дерьме. А, ну и что, вы сейчас в шоколаде? Ну, конечно. По сравнению с тем, как я жил в России, естественно. А. Попутал ветром. Я жил вот так, как... Ну, я лучше, чем вы, конечно, жил. Но все равно, вы знаете... В смысле, лучше, чем я. А вы знаете, как я живу? Ну, конечно, Господи. Если вы пробудете отпуска во Владимирской области в заброшенном домике каком-нибудь, то, вы знаете, это говорит уже достаточно много. Да. А вы видели мой домик заброшенный? Нет, нет, не видел. Я предполагаю. Ну, предполагаю я, что вы такой же из Калифорнии, как я из Китая. Это ваше право. Хорошо, ладно. У меня к вам больше нет вопросов. Если у вас есть ко мне задания. Я уехал из России, сижу там, как этот сраный мышонок, и обсираю эту Россию. Вас сейчас весь мир обсирает. Вы превратились в фашистское государство. Понимаете? А, мы? Мы правильно делали. Естественно, вы. А кто же? Естественно, вы. То есть это мы прыгали. Вы напали на Украину. Вы напали на Украину. Крупа на Киаку, да? Это мы прыгали. Это мы прыгали. И говорили, блядь, сука. Тихо, тихо, не ругайтесь матом. Не ругайтесь матом. Мы прыгали и говорили, что давайте Украину уничтожим. Нет, вы знаете, вы прыгали... А Майдан? Вспомни Майдан. Чего ты там сидишь-то, блин, хрен старый? Тихо, тихо, тихо. Не подгорай, не подгорай. Что значит тихо-тихо-то? Не подгорай. Чего ты? А что такое-то? Начал. Не успокойся. Я живу лучше, чем ты в своей Калифорнии сразу. Я вижу, я вижу. Тихо, тихо. Ох, как тебя бомбят, да? Ох, как ее... Вот тебе бомбят, а тебя не бомбят, блин. Ой-ой-ой. Слушай, а вы не прыгали, не кричали, кто не прыгает, тот хач? Хочешь, я тебя включу? Ну, включи, давай, я посмотрю. Хочешь? И тогда ты извинишься? Пошу фейки, посмотрю. Какие фейки? Это российские, кто не прыгает, тот хач. Да? Ну, давай, покажи. Хочешь? Давай, сейчас покажу. Хочу, конечно. А что же нет-то, блин? То есть ты сомневаешься, да, в этом? Я? Конечно, сомневаюсь. Такого не было. А, не было, я понял. Хорошо, нет проблем. Давай, вы там в своей Калифорнии состряпайте что угодно. Да-да, конечно, я сейчас тебе покажу. Это же очень просто. Ну да, очень просто. Что-то больно долго. Что, программа зависает? А ты что, торопишься, что ли, сильно? Я нет. Я вообще свободна. Вот прекрасно. Мы же беседуем, никто никуда не торопится, правильно? У нас же конструктивная беседа. Конечно, конструктивная. Ну вот. Вот, смотри, сейчас я тебе покажу. Кто не прыгает, тот хач. А могу такое же видео показать. Там вы кричите, кто не прыгает, тот чурка. Хочешь покажу тоже? Тоже в Москве. Хочешь? Давай пока. Или это фейк голливудский? Это фейк голливудский или нет? Да вы там целыми отделами это строчите, блин. Господи боже мой. То есть это фейк, да, голливудский? Послушай. Ты меня послушай, пожалуйста. Я так понимаю. Давай, давай, я слушаю. Ты меня послушай, пожалуйста. Да, говори, говори, конечно. У нас в больницах лежат, простите меня, и чечены, и узбеки, и таджики. И никто их не дискриминирует, ни в каком ракурсе. У нас в школах больше сейчас таджиков, чем русских. И что ты хочешь сказать? А в Украине? А в Украине? Да что ты там мне бред нанесешь? Не кричи, не кричи, не кричи. А в Украине дискриминируют русских, да, ты считаешь? Конечно, дискриминируют, блин. Конечно. А ты знаешь, что примерно треть армии Украины вооруженных сил Украины? Это этнические русские, которые вашу фашистскую сволочь бьют сейчас на территорию Украины. Захватчиков ваших. Как ты к этому относишься? Нормально, нет? Какую фашистскую сволочь? Ты мне вот расскажи, пожалуйста. Та, которая пришла с оружием в руках? На соседнюю территорию. Наши деды с фашистами воевали. Ты что хочешь сказать, что мы ходим с ацентными флагами? Совершенно. Мы сейчас ходим с ацентными флагами здесь? Естественно. А, с какими? А, сейчас покажу, конечно. Это же легко, конечно. Такое. Я же тебе легко сейчас покажу. Смотри. Смотри, конечно. Слушай, это самое простое. На, смотри внимательно. Михаил Турканов стал кавалером Ордена Мужества. Смотри, видишь? Вот, кавалер Ордена Мужества. Вот у него крестик там. Сделать тебе покрупнее, нет? Или ты видишь? Ну, давай, делай, делай уже. Да, давай. Сейчас, конечно. Тихо, тихо. Не подгорай. Успокойся. Чего ты? Вот, смотри, видишь? Вот, Михаил Турканов. Стал кавалером Ордена Мужества. А теперь, смотри, известный российский нацист, боец ММА Михаил Турканов получил Орден Мужества за успехи в денацификации. В самой России он неоднократно был оштрафован за публичную демонстрацию нацистской символики. А теперь стал героем-антифашистом. Ну, что скажешь? Все? Ничего не скажу. Фейк. Это очередной фейк, да, голливудский, нет? Конечно. А, ну понятно. Слушай, а муж у тебя не фейк? Может, он тоже тебе только грезится? И все? И может, твоя жизнь – это вся фейк, нет? Никчемная. Вообще. Твоя жизнь никчемная – это фейк. Вот тут я с тобой соглашусь. Ладно, все. А, подожди, моя жизнь умная. Не хочу я больше с этой... Не хочу, ладно, ее оскорблять. А стоило бы. Стоило бы. Стоило бы. Стоило бы. Субтитры подогнал «Симон»